Всех лет. Проводила сегодня детей в школу и легла подремать. Сегодня ночью плохо спала, часто просыпалась, поэтому не выспалась. Детей проводила, легла, прилегла, так думаю, на часик и проснулась в одиннадцать. Поэтому быстренько я сейчас готовлю обед. Через полчаса они уже вернутся. Натистила картофель, нарезала, сварю пюрешку. Самое быстрое такое то, что нужно приготовить. Сейчас она закупит. Я вот такие вот рыбные палочки сделаю в духовке. Можно, в принципе, на сковороде и в духовке, но я всегда в духовке. Я передоделывала правую руку. Успела на карте только один ноготь. Пошла спать. Сегодня нужно на карте четыре. Доброе утро, Филипп. Проверяем, что тут есть съедобное. Ничего нет съедобного. Нужно, наверное, уже приготовить эту тыкву. Кстати, у меня спрашивали рецепт капкейков тыквенных. Книжечка моя. Вот, в принципе, тут есть уже готовые рецепты. Но я еще записала тут в конце. Есть несколько пустых листочков специально, чтобы записать что-нибудь свое. Вот как раз тыквенные капкейки. Вот рецепт. Я не знаю, когда я буду делать. Либо сегодня, либо завтра. Вот тыква. 400 грамм яйца. Тыкву разрезать на кусочки. Обвернуть фольгой и на 1 час в духовку при 180 градусах. Теперь вот это вот все взбивается. Яйца, соль с тыквой. Потом добавляется мука-разрыхлитель. И все. И готово. Почему здесь нет сахара? Непонятно. Должен быть сахар. Не дописала, видимо. Нужно посмотреть. Обычно яйца всегда взбиваются с сахаром. Потом добавляется тыква. Уже такая пюрешка тоже взбитая. Мука-разрыхлитель. Нужно посмотреть, сколько сахара. Будем делать на днях обязательно. Нет, это что такое? Это вообще что такое? Филя, ты хочешь, чтобы я тебя порезала на кусочки, что ли? На досточку прям лег сверху. Может, ты уйдешь? Нет? Давай, уходи. Уходи, уходи. Давай, давай. Хитрый на виноград мой лег. Совсем не мальчик. Мальчик, ты чего? Ты чего, мальчик? Иди давай наверх. На свое место. Опа. Все, я надеюсь, вытяжка выдерживает до 10 килограмм. Она у нас сейчас весит 8 килограмм примерно. Вот я все время переживаю за эту вытяжку, чтобы она у нас не грохнулась. Картошечка пусть варится. Я сейчас прибавлю на максимум, чтобы она закипела. Потом уже убавлю. Нужно подсолить. На самом деле у нас первый раз такая осень. Обычно у нас осень уже начиная с сентября. Ну, с октября это точно. Льют дожди, холодно. В этом году, на удивление, осень теплая. На этой неделе еще даже будет до 20 градусов. Сегодня еще прохладно. Вчера целый день дождик шел. Но завтра, послезавтра обещают 20 градусов опять. Вообще на этой неделе без дождей. Поэтому у нас не всегда так. У нас обычно осень такая дождливая, мрачная. Не знаю, какая у нас будет зима в этом году. Со снегом или без снега. Цветочки завяли. 11.22. И... Так, нужно духовку включить. Они, в принципе, быстро готовятся. Минут 10-15. Сегодня Маргарита, скорее всего, будет готовить. Отсвечивает солнце мне прямо в глазах. И мы с ней решили, что она приготовит лазанью. Вчера ездили за продуктами. Закупилась я все для этого. Поэтому я так думаю, сегодня будет лазанья. Мы еще никогда не готовили. Обычно мы покупаем уже готовые. Но все равно это не то. Хочется домашнее именно. Первое блюдо. За первый раз, когда она готовила, что она делала? Кто мне напомнит, что она первый раз готовила? Короче, за первый день. За первый день, что она готовила два блюда, ей дали 6 баллов. За второй день, пока еще не подсчитали. То ли она еще фотографии не отправила. Вот. Ну, в общем, за первый день ей 6 баллов дали. На следующий день она тоже два блюда готовила. Поэтому, я так думаю, не меньше шести ей точно дадут. И, в принципе, она набрала 12 баллов. Кто не в курсе, в школе у Маргариты они готовят. У них есть такой урок. Они учатся готовить. И учитель дала задание, чтобы они готовили дома. Сами фотографировали. Ей отправляли уже в готовом виде. За это она будет давать баллы. Нужно, желательно, набрать не меньше 12. Если наберешь меньше 12, потом в какой-то день, когда они уже будут готовить в школе всем классом, тот, у кого было меньше баллов, будет мыть всю кухню. Обычно они вместе ее убирают. А тут, если у тебя меньше 12 баллов, ты моешь всю кухню. Если у тебя больше всех из класса, то ты выбираешь блюдо, которое весь класс будет готовить. Вот, как бы, знаете, такой стимул. Поэтому Марбуша у нас готовит периодически. Она вот уже 2 дня у нас готовила. Так, сколько у нас? По 3 штучки хватит нам? Я не знаю, если вам будет видно, как она лежит. Вот. Табака на солнце загорает. Видно, наверное? Вот. На спинке. Лежит довольна. Ай, Бонька, Бонька. Ку-ку. Привет. Я так не знаю, что ты делаешь вообще. Ты уже по запаху знаешь. Привет. Вешенка. По запаху знает, что я готовлю. Если я что-то пеку, сразу знает, что это у нас. У нас всегда так вкусно, да, Пахнет? Да. А я сегодня нашла эту лампочку, думаю, ты забыла. Вот это нет, это не эта лампочка. Это не эта? Нормально? Велик работает? Нет. Чё? Тебя не могу, когда наверх, я эту не могу переключать. Да? Угу. Когда наверх, ты должна крутить, чтобы она легче, да, крутилась? Угу. И она не переключается. Странно. Да, теперь она не может. Угу. 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 Она не могла делать на большую, а сейчас она не может делать на маленькую. У нас позже. Маргарита не хочет на велике? Да. Надо сказать, что она пойдет на нее уже сначала в два. А, там киса сидит. Там киса у него там сидит, черненькая чья-то. А, есть же сегодня, так, а сколько? В два. В два часа. Мама, если мой тетерикан пойдет, скажи, что я ее не буду ждать, потому что я до четырех. Угу. А батарейка есть? Не знаю. Мне не обязательно нужны батарейки. Мама, Господи, здесь, смотри. О, да, есть. Видишь? Не переключается? Нет. А вчера же работала? Да. Надо опять, значит, папе показать. Ну, так нормально, можно доехать? Да. Да? Ну, смотри. Вот мы вчера купили такие шарики для птичек. Шесть штучек. Вот такие вот с кормом. Я один повесила. Один повесила, я не знаю, увидят они, не увидят. Прилетят, не пролетят. Кустик начинает краснеть. Красиво так. Частично. Красненькие лепесточки. Все забывая на вопрос один ответить. В комментариях прочитала, спрашивали про паспорт. Девчонки недавно ездили получать паспорт. И в комментариях писали, со скольки лет вообще выдают паспорта. Во-первых, мы ездили получать загранпаспорт. В принципе, его дают в любом возрасте, если вы куда-то выезжаете. Срок паспорта закончился, поэтому они ездили продлевать. У девчонок есть швейцарский паспорт, вид на жительство, айди-карта. Здесь ее выдают тоже в любом возрасте. У девочек пока одно гражданство. Это киргизское, там, где они родились. Но скоро они будут получать швейцарское. Потому что здесь они уже прожили, получается, 9 лет. Они могут получить гражданство. Будем документы собирать и подавать. Здесь, в Швейцарии, паспорта выдаются в любом возрасте. У Макса с Каролиной есть паспорт, айди-карты. По-моему, мы их получали даже, когда им было 2 или 3 годика. Не знаю, как в ваших странах, в России. Там еще вот, кто нас смотрит, с каких стран, напишите в комментариях. Напишите в комментариях, сколько лет у вас получают паспорта в вашей стране. Очень тоже интересно. Везде по-разному. Если я не ошибаюсь, в России с 14 лет. Может быть, я ошибаюсь. Почему ты без одного носка? Мокрый. Иди, значит, надевай другой. Сколько можно ждать? Давай. Вот такой. Каролина играет в только вока. Кто играет в только вока? Она вчера такой домик купила. Папа ей купил. И что там нужно делать, обустраивать? Можно так. Но вообще в чем смысл игры? Я не понимаю, там кормить, ходить, куда-то работать, не знаю, что делать, строить. Ну что? Еще Макс. Это Макс. Кухня. Кухня. А это? Туалет. Туалет. Вот паспорт Макса. Видите, какой он маленький. Годика-два ему точно было. Вот такие вот малыши получали паспорт. Куртку надела. Холодно. Куртку надень. Каролина, пожалуйста. Нет, надо там оставь, Макс. Один на велике, другая пешком. Ты только, Макс, быстро от Каролины не уезжай. Мама. Все, пошел процесс. Прям коротко-коротко нужно подстричь, чтобы не росло больше. Алло, пасет траву. Что ты пока? У меня тут моются полы. Видите, мне какой паровозик из студии. Ой, он под ковер пошел. А теперь иди сюда. Я хочу вот этот. Вот этот вот так. Угу. И сколько домов тебе надо? Тут три франка. Я ему даю три франка. Угу. И он тебе покупает. Робот моет полы. Я пока Маргоши нет. Я хочу мясо перекрутить для лазаньи. Совсем забыла, что мяско-то не перекручено. И будет у меня грудка индейца. Вот так. Сейчас я перекручу быстро. Придет Маргоши, я буду готовить. Я раньше крутила там, на столе. А потом думаю, почему бы не сделать так. Приоткрыть посудомойку. Кстати, посуду надо вытащить. И вот за вот эту столешницу прикрутить. И все, и никуда не нужно идти. И мешать не будет. Тут дверца, в принципе, она широко раскрыта. А то я всегда там на столе крутила. Тут я сюда носила. И все, и она хорошо держится. Уже Бонни услышала, что я тут что-то готовлю. Я ее пока в комнате закрыла, чтобы она мне не мешала. Так. Я вот сейчас им тут кусочки обрежу. Потом дам коту и Боньку. Сейчас вот эти тут обрезочки будут. Я им оставлю. Лазанья. Лазанья. Что? Я придумала. Чтобы на стол не нести туда здесь раз и все. Ну, лазанья там же такие специальные макароны. Я купила. Да, я купила. Хотя у нас были две коробки. Я еще две купила. Вы сами валяете. Тогда я буду видать Макса. Макса, у него в своя кучка лежит одежда. Ты убирай между своей кровати и все, что на полу твоя одежда. Причем это он. Он свое убил, и в свои баллы не убил. Да, это я. Вот сегодня я пилом, она не сон. Тебе, что нужно. Несесит. Несесит запахи. Это футбол. Несесит. Все, Маргоша вернулась. Готовим лазанью. Я первый раз в своей жизни готовлю лазанью. Сколько раз я уже хотела ее приготовить, но никак не получалось. Лук натерли, на терочке на мелкой. Так, что у нас тут? Томатная паста. Сыр какой-то там твердый. Специи. Молочко, мука, масло для соуса и вот такая вот лапша. Так, что у нас тут? Молочко, сливочное масло, мука, соль, перец. Та-та-та. Так, масло. Масло сливочное растапливаем. А я неправильно включила. Всегда забываем. Как растопится, засыпаем муку. Так, мука у нас 100 грамм по рецепту. Вот у нас тут 100 грамм. Молока. Как тут написано? Тут написано 1000. Ну, в общем, либо 800, либо литр. 100 грамм масла, мука. И, в общем, там соль, перец по вкусу. Сушится мяско. Ух, она как бурлит. Гуль-гуль делает. А что там тут только водички? Я водичку не наливаю. Это лук. А, точно. Так, все тогда это? Заливай сюда томатную пасту. Федоры свежие по рецепту, но я не хочу. Помаду нужно для... Нет, нет, не сильно надо. Для чего? Нормально? Да, половинку потом. Вот, пока перемешиваем. Может быть, даже все нальем в масло. У нас очень много этого фарша. А что, лук режете? Нет, мы уже лук давно порезали. У меня глаза были. Да. Как китаец сидит такая, Маргарита такая. У меня глаза были. Узкие глаза. Упс. Ну, давай чуть-чуть поаккуратнее. Чуть-чуть поаккуратнее, да. Ну, свинячим. Ну, в общем, смотря как ты хочешь. Чтоб сильно был томатный, либо не сильно. Сильно. Сильно лучше. Да, еще добавить маргарит. В принципе, у нас уже фарш готов. Соус тоже готов. Сейчас масло еще растворится. Закипит и все. Так, все, выкладываем наш фаршик. Так, смотри, чтобы нам хватило сильно жирненько то, что мы накладываем. Да, вот так размазывай, раз это... Чтобы нам хватило. Размазывай фарша. Угу. Не, ну, если ты так раскидаешь его равномерно, то, в принципе, хватит. И потом наливаешь сверху вот этот соус. Вот у нас соус. Он немножко... Еще пока жиденький, но он загустеет во время приготовления. Соус вот так поближе. Ну, теперь вот так вот пополовинку. Карита, не отвлекайся. Ксюша, иди, занимайся. Ты отвлекаешь. И теперь еще поломай. Возьми целую, постарайся пополам поломать. Ну, ты видишь, что вот так вот надо повернуть. Вот так. Фаршик. Ты маленький кусочек. Фаршик. Да, теперь опять выкладываешь фарш. Потом опять соус, лапшу. Фарш, соус, лапшу. И так до конца, пока у тебя не закончится. Странно, как ушко держишь. Так вот. Вот так. Так тебе удобно. Как лопату прямо. Вкусные хлопья? Нет. Нет. Нет, а что ешь тогда? А ты не можешь подождать, пока мы приготовим? Нет. Ой. Ты так странно держишь. Машку. Ну, мне бутылку неудобно. Ой, не могу. Вот так неудобно тебе? Вот так. Нет, так неудобно. Смотри, вот так вот. Ну, пониже чуть-чуть. Все. Ты накрывай, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, пожалуйста. Мам, выгоди камеру. Все, последние штрихи. Натираем сырочек. Три, 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 три. Ну, улыбнись маленько. Маленько так. Маленечко. Разочек, маленечко. Маленечко. Вот сюда не хватает. Сразу в тарелку натри, потом эту ровно натри. Сейчас будет где-то. Это вкусняшка. Вкусно, это очень вкусно. Марго, же в духовку заталкивай, пожалуйста. Открывай духовочку. Уже все есть хотят. Тяжелая? Немножко. Все, погнали. Засекаем время. Все нормально. Вот так. Посмотрим. Ты ему в тарелочку лучше дай. Ой, сейчас перевернет. В тарелку ему накидай. Это же для Фильки. Нет, это собака. А, собачья. А что тогда даешь Фильке? У него свое есть. Мяуся. У него свое есть. В холодильнике, посмотри, осталось. А что, если у меня еще какая красотища получилась с корочкой? Это точно для всех хватит. Конечно, хватит. Ты хочешь только для себя? Нет. Смотри, берем вот так вот лопатку. Вот эту можно поделить на три части, на три линии. Вот так вот, раз, два. Нет, нет, лучше ножик. Красиво на тарелочку, чтобы сделать очень красивую. Чтобы она не развалилась, да? Ну, это Павел и Ваня. Готово. 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 Так, ладно, сейчас посадимся обедать. Ой, ужинать. Садимся ужинать. Бабушке тоже положи сладик. Попробовала, Карель? Что я сделала? Нормально? Нормально? Приятного аппетита. Корочка такая поджаристая. Это Маргарита готовила. Молодец. Вкусно? Еще не пробую. Не пробовала? Ну все, будем мы ужинать. Приятного аппетита нам. Ну-ка, давай, иди сюда. Заценю твою прическу. И твои новые тапочки. Ездили подстригаться с папой. Ну-ка, смотри сюда. Ну, круто. Укоротили тебе челочку. Вот такие футбольные тапочки. Егать по травке. Только смотри, дома в них не ходи. Нормально, классные. Завтра пойдешь в футбол играть? Молодец. Папа тоже подстригся. Какой красавчик. Приехали в магазинчик. У нас тут уже к Новому году готовятся. Елочка даже уже стоит. Это большой венок сделать. Огромный, да? На дверь повесить. Оленята. Красивые, деревянные. Еще ценников нет. Не повесили ценники. Ангелочки разные тут. Пойдем папу искать. Папа ушел, скрылся. А тут что за штучки такие? Это на елку? Угу. На елочку. 4,90. Идем. Мы не знаем, если будем в этом году елку ставить или нет. Почему? Из-за фильки. Вот эта классная лень. Ой, он прыгает еще. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Прюхольный. Отстань от оленя. Отстань от оленя. Я не знаю, в этом году мы ставить будем елку или нет. Я боюсь про... Боюсь, если Филипп будет ронять ее, и там игрушки разобьются. У меня там тем более игрушки стеклянные есть. Даже если я эти стеклянные игрушки не повешу, он все равно перевернет. Там будут шарики висеть пластиковые. Если он переворачивал, когда он маленький был, помнишь? Ну, не елку переворачивал, но он сбивал все эти игрушки. Ну и шо? Они потом валялись везде. Я не знаю, сейчас там лось такой. И тем более мы его ночью закрываем в этой... В зале закрываем ночью. Он там делает, что хочет. Будет ему скучно, перевернет все. Ну, ничего страшного. Не знаю, я посмотрим. Солнышко садится красиво. Закат. Завтра хорошая погода вроде. На велике завтра? Угу. Я себе новый нож приобрела. Мастер-шеф. Там на заправке акция идет. Собираешь наклеечки, и потом тебе со скидкой дают нож. А? Болит нога? Ну, потому что ты бегала много. Вот, он стоит он вообще 60 франков, но я его купила за 12. Он очень острый. У тебя должен динозавр получиться. Да, знаю. Да? Потом какое число? Зипцы. Угу. А еще зипцы. Он должен был решить примеры, и потом по цифрам нарисовать. А потом эльф. Нойтенх! Потом ахт. Пусть сама смотрим. Зээхс. Ах! Потом. Мама, она с вами видео отправляет и подружки от меня. Я подружки только отправляю. От меня. Так, девочки, время. Наверху спят уже детки маленькие. Вы орёте. А мы и детки маленькие. А там маленькие. Там наверху маленькие детки. У нее руки мыльные, Макс. Он тебя сейчас намылит. На мне. Стоп. Мама, пипи. 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 Сейчас играть с этими. Перед сном нужно убирать всякую мелочь. Карандаши, ручки. Все, что здесь осталось. О, пошел туда. Иначе все это потом потеряется. Что тут осталось еще? Вот это он будет гонять, будет Карандаши тоже гонять будет всю ночь Я тут на ночь глядя Смотрите, чем занимаюсь В общем, решили так В общем, у детей появилась идея Продать слаймы Вот этот слайм, который мы сделали Прозрачный Они хотят их продать Макс с Каролиной Есть рядом, недалеко от нас есть магазинчик Небольшой супермаркет И если спросить разрешение То возле этого супермаркета Можно продавать Что-то съедобное Либо что хотите Какие-то поделки Слаймы тоже можно Но прежде чем это сделать Нужно спросить разрешение У этого магазина, чтобы возле него Можно было что-то продавать В общем, всего получается 37 контейнеров Таких вот Они до конца не наполнены Потому что мы будем добавлять Всякие там Для декора Ой, я уже забыла Как это называется В общем, вот Например, вот такой вот Как они вот эти Пенопластовые шарики В общем И баночка сразу наполняется Видите Вот тут просто оранжевый Без ничего И еще мы туда добавим Шармики На тему Хэллоуина У нас их много Вот такой вот розовый В общем, я сделала всякие разные В общем, все, что у меня было Такой вот оранжевый Вот Фиолетовый Зеленый Хотя Он голубой Слайм сам голубой Но за счет вот этих вот Пенопластовых шариков Желтых Он дает такой Зеленый цвет Так Вот такой вот Зелененький Блестящий С белыми шариками Так Вот Такой вот Колубой И вот такой вот Оранжевый В общем, завтра мы продолжим Я так просто Поэкспериментировала Примерно Примерно Там, что будем Примерно Как будет выглядеть Вот И завтра будем делать Давайте в субботу пойдем То есть Ну мы там рядышком будем, конечно Но Макс с Каролиной Будут все сами Там денежку принимать Все И будем продавать Один слаймик За 5 франков Вот Такие, конечно Тут нигде не найдут У нас обычно Слаймы стоят Около 10 франков В магазинах Вот Но мы так дорого Не будем продавать Поэтому По 5 франков Такая вот Такая баночка Вот Так что Посмотрим Как все пойдет Ну и потом На эту денежку Они пойдут себе Что-нибудь купят Вот эти вот Штучки прикольные Как попкорн Либо Не знаю Либо вот только Вот в таких цветах Делать Оранжевый Фиолетовый И зеленый Вот Не знаю Делать ли розовый Там Может по девочкам Понравится розовый Кому-то Делаем всякие разные Там уже Пусть выбирают Какие понравятся Какие нет Те которые Не продадим Потом раздадим Кому-нибудь В школе Может в школу Каролина с Максом Отнесут Подарят То что продадут Продадут Нет Так Раздадим Не теряйте нас Всем пока До следующего видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok